Здравствуйте, дорогие телезрители! В очередной раз я возвращаюсь к теме Второй мировой войны Великой Отечественной. И на страницах журнала «Загадки истории» в 30-м номере за 2014 год Олег Логинов приводит свою статью, которая называется «Ошибки и успехи вождя народов», где, как он считает, он выделяет несколько достижений и ошибок Иосифа Виссарионовича Сталина. Стоит признать, что верховный главнокомандующий Сталин накануне Великой Отечественной войны и в самом ее начале совершил немало ошибок, однако сильные стороны главы государства все же не позволили реализоваться немецкому блицкриму. Сталин во время войны растяпа или непоколебимый полководец? Вопрос. Споры о том, какова была роль Ставки и лично Иосифа Сталина в победе СССР на фашистской Германии не утихают по сей день. Одни уверены в том, что страну спас исключительно гений верховного главнокомандующего, другие столь же яростно отстаивают точку зрения, согласно которой великий народ победил фашизм исключительно своими силами, то есть вопреки, а не благодаря командованию. Истина, как обычно, лежит посередине. Попробуем спокойно разобраться и перечислим, в чем заметны сильные стороны Сталина в годы Великой Отечественной и где проявились откровенные ошибки генералей Симуса. Ошибка номер один. Разрушение армии. Пожалуй, главные ошибки были допущены Сталином еще до начала Великой Отечественной войны. И одна из них – это разрушение армии репрессиями против ее командного состава. В мае 1937-го по сентябре 1938-го Красной армии подверглась репрессиям по некоторым оценкам до 47 тысяч человек, а на флоте более трех тысяч. И пусть далеко не всех из них поставили в стенки или загнали в лагеря, многих просто уволили, но армию практически обезглавили. В результате зачистки в 1937-1940-х годах снилось все команды ища округов. На 90% произошло обновление начальников штабов и округов и заместителей командующих. На 80% обновился состав управления корпусов и дивизий. На 90% командиров и начальников штабов. Но даже эти устрашающие цифры не отражают настоящий урон нанесенной армии. Репрессиям подверглись наиболее прогрессивные и инициативные командиры, которые выступали за оснащение армии и флота новейшей боевой техникой. А на их место пришли исполнители, только имеющие, что брать под козырек. Это видно хотя бы по образовательному уровню командного состава накануне войны. К началу 1941 года лишь 7% команды начальствующего состава имели высшее военное образование. 55,9% среднее. 24,6% ускоренное образование, курсы. 12,4% командиров и политработников не имели военного образования вовсе. Ошибка номер 2. Переоценка своих сил. Вроде бы советско-финская война с ее огромными потерями должна была унять шапкозакидательские настроения по части мощи Красной Армии и привить руководителям страны более глубокий подход к принятию военных решений. Однако осторожность попахивала саботажем. Большой популярностью пользовались взгляды старых кавалеристов. Ворошилова, Буденова, Кулика, Щаденко. В войсках действовал полевой устав 1939 года, который требовал вести войну, наступательно перенеся ее на территорию противника и путем достижения решительной победы малой крови. Похоже, Сталин был убежден, что от Москвы до Британских морей Красная Армия всех сильней. Возможно, это повлияло и на внешнеполитические просчеты советского руководства. У Советского Союза перед лицом угрозы в виде Третьего Рейха во всем мире было очень мало союзников, разве что Монголия и страны такого же калибра. А когда военачальники Жуков и Тимошенко незадолго до войны докладывали Сталину о концентрации немецких войск на границе с СССР, он отмахнулся от них, заявив, что на границе у СССР больше дивизий, чем у Германии. Когда же военачальники отметили, что по данным разведки каждая немецкая дивизия укомплектована и вооружена по штатам военного времени почти вдвое превосходит советскую по численности, Сталин резко осадил их. Не во всем можно верить разведке. И этими словами предопределил свою третью и, пожалуй, главную ошибку. Ошибка номер три. Неожиданное нападение Германии. Руководство СССР не имело права прошляпить начало войны. Тем более, что из разных источников поступали сообщения не только о дате, но и о точном времени начала атаки. На эту трагическую ошибку наложили свой отпечаток и предыдущие. В 1936-1941 годах пять начальников Главного разведывательного управления Генерального штаба были репрессированы и расстреляны. Семен Урицкий, Ян Берзин, Семен Генди, Иван Проскуров и Александр Отлов. Это повлияло как на качество разведданных, так и на недоверие к ним со стороны Сталина. А переоценка собственных сил повлияла на невнятные действия по отражению агрессии. Первые директивы Сталина после начала войны предписывало обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в тех районах, где они нарушили границу. Однако уже первые часы войны обнаружили, что части Красной Армии к оборонительным действиям попросту не готовы. Не получилось не только обрушиться, но даже сдержать врага. Результат получился ужасающим. Например, уже к полудню 22 июня советская авиация потеряла около 1200 самолетов. Это еще не было трагедии. Соотношение в авиации, в профронтовой полосе, все равно было в пользу СССР. 9500 советских самолетов против 4800 немецких. Но главное, что в небе господствовала люфтваффер. В первые месяцы войны ярко высветили все просчеты, допущенные Сталином и его окружением. В течение первых трех недель западные военные округа потеряли до 90% танков. В июне-сентябре 1941 года Красная Армия потеряла более трех миллионов человек убитыми и пленными. Черчилль потом написал, что Сталин и его комиссары показали себя в тот момент Второй мировой войны полностью растяпанным. А страна платила за это жизнями простых людей. За первые пять месяцев войны СССР потерял убитыми пленными, пропавшими без вести, более 5 миллионов человек, 22 тысячи танков и 25 тысяч самолетов. А еще территорию в полтора миллиона квадратных километров, на которой до войны проживало 75 миллионов человек и производилось почти две трети промышленных и сельскохозяйственной продукции. Ошибка номер четыре. Непродуманная тактика. Сталин как главнокомандующий безусловно ответственный за стратегические провалы Красной Армии в начале Великой Отечественной войны. Большим жертвам привело пагубное стремление Сталина до последней возможности удерживать Киев. Когда немцы были отброшены от Москвы, верховный главнокомандующий почувствовал его окружение от успехов. Под угрозой репрессий и расстрелов он требовал от военачальников новых побед и не желал слушать их разумные доводы о недостатке сил и средств. Недооценив силы противника, Сталин отдал приказ о наступлении в Крыму. Операция была плохо подготовлена. Несмотря на то, что Крымский фронт имел существенное превосходство перед гитлеровцами, советские части были разгромлены. Потери превысили 200 тысяч человек. Брошенные на переправе подразделения были загнаны в каменоломне Аджи Мушкая в Севастополе. Не получивший поддержки пал. Ошибка номер пять. Харьковский провал. Весной 1942 года Сталин не захотел слушать ни возражений Георгия Жукова, тогда еще генерал армии, ни дологов начальника Госплана СССР Николая Вознесенского, когда утверждал, что план наступления на Харьков. Когда утверждал план наступления на Харьков. Из-за отступления резервов и неправильного расположения войск операция провалилась. Начальник генерального штаба Александр Василевский предложил отвезти войска пока не поздно. Но Сталин проявил упорство. Ни шагу назад. В результате около 20 советских дивизий попали в окружение. И наступление закончилось тяжелым поражением. Фронт под Харьковом был прорван. И оттуда на Сталинград куйнула 6-я армия Павлуссия. Только в сталинградской мясорубке Красной Армии удалось переломить ход войны. Достижение Верховного Волокомандующего. Достижение номер один. Всплочение народа. Сталин не был великим полководцем, но был сильной личностью. Его незаурядное упорство, стойкость и организаторские таланты преодолевали все трудности и преграды. Он обладал удивительной харизмой, которую многие потом будут смешивать с культом личности. Именно Сталин без преувеличения сплотил советский народ в годы войны и поднял его на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. До сих пор вспоминают его обращение к народу 3 июля 1941 года. Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои. В самый тяжелый период войны, когда враг приступил к Москве, Сталин явил народу пример стойкости. Он не поддался панике и не эвакуировался в Куйбыши, а остался в Москве и даже провел знаменитый парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. На алтарь победы Сталин принес и личную жертву своего сына. Его фраза «Я солдат на фельдмаршалов не меняю» жестко, но у народа лишний раз вызвало уважение к вождю. Потому и поднимались в атаку с криками «За Родину! За Сталина!». Достижение номер 2. Организационный талант. Сталина можно признать выдающимся организатором. Возглавив Государственный комитет обороны и став в августе 1941 года Верховного главнокомандующего вооруженными силами СССР, он завалил на свои плечи все проблемы войны и обороны. Просто диву даешься, как четко работала система. С Дальнего Востока перебрасывались резервы. С Урала нескончаемым потоком шли новая техника и боеприпасы. С фронта в обратном направлении текли потоки раненых, которых надо было размещать в госпиталях плечей. Шли эшелоны с подбитой техникой, которую надо было доставлять на предприятие и отремонтировать. Складывается впечатление, что во время войны государственная система работала на порядок лучше, чем сейчас в мирное время. Достижение номер 3. Эвакуация промышленности. Настоящей фантастикой сегодня выглядит великое перемещение заводов из прифронтовой зоны по Волжье, на Урал и в Сибирь. Против СССР трудилась, по сути дела, вся экономика развитой Европы, подчиненная третьему рейху. Остается только див удаваться, как СССР сумели в кратчайшие сроки, в тяжелейших условиях, осуществить эвакуацию заводов и на новом месте в считанные месяцы запустить производство оборудованной продукции. При этом в производство то и дело внедрялись новые, более совершенные образцы военной техники. В 1942-1943 годах в восточных районах СССР было вновь построено 2250 заводов и восстановлено в освобожденных районах свыше 6000 предприятий. Оборонная промышленность в 1944 году за месяц производила танков и самолетов в 5 раз больше, чем за весь 1941 год. Говорят, что Красная Армия просто задавила вермахт танками. И это при том, что за годы войны она потеряла около 100 тысяч танков, в несколько раз больше, чем фашисты. В сложном 1942 году в СССР было собрано в 6 раз больше грозных боевых машин, чем в Германии. А закончила Красная Армия войну, имея 35 тысяч танков. Для сравнения можно сказать, что Германия свой блицклик в СССР начала с 3500 танками. Достижение номер 4. Дипломатия с союзниками. Сталину удалось переломить идеологическую неприязнь большевистской России со стороны Великобритании и США. Эти страны были союзниками и образовали антигитлеровскую коалицию. На встрече с руководством стран коалиции, особенно на Тегеранской и Ялтинской конференции, Сталин показал себя как твердый и жесткий дипломат. Его большая заслуга в налаживании системы Ленд-Лиза, открытии Второго фронта и во многом другом. Чего стоит хотя бы план послевоенного раздела Европы, на который вынуждены были согласиться западные лидеры? Рузвельт и Черчилль сами были выдающимися политиками, но даже они признавали силы личности Сталина. Меня, аристократа, как пружина поднимала с кресла, когда в зал заходил Сталин. Мало того, я вставал на вытяжку, как ученик, держа голову руки по швам, вспоминает Уинстин и Черчилль. Достижение номер пять. Способности полководца. Именно Сталин добыл победу в войне с коричневой чумой, которая едва ли не стала губительной для всего мира. По оценкам военачальников Василевского, Жукова, Сталину понадобилось около полутора лет, чтобы овладеть принципами организации фронтовых операций. Жуков писал, что эти его способности, как верховного главнокомандующего, особенно раскрылись, начиная со Сталинградской битвы. После этой победы Красная Армия гнала врага до самого Берлина и заставила его капитулировать. В планировании всех победоносных операций Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Украины, Крыма, Белоруссии, Польши, взятия Берлина и других, самое непосредственное участие принимал Сталин. Ему удавалось найти золотую середину в предложениях, исходивших от разных командующих, которые нередко противоречили друг другу и определить военную стратегию, приводившую к победе. И трудно не согласиться с тем же Черчиллем. Счастьем было для России в годы тяжелейших испытаний страну возглавил гений и непоколебимый полководец Сталин. Он был самой выдающейся личностью, именующей нашему изменчивому и жесткому миру того периода, в котором проходила вся его жизнь. Вот такое вот мнение, еще раз повторю, Олега Логинова, который приводит достижения и ошибки верховного главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. Не забудьте подписаться, оставить свой комментарий и до встречи на канале.